Новосветский винторогий червь NWS настолько ужасен, что его латинское название Качелиомия хаминиворакс, буквально означает «человекоядный». Несмотря на его устрашающую репутацию, сегодня немногие люди помнят или знают о том бедстве, которым эти мухи были в сельских районах от Флориды до Калифорнии и южнее, до Панамского канала. NWS известна тем, что откладывают тысячи крошечных яиц от 200 до 500 за раз в открытые раны млекопитающих. Когда яйца вылупляются, появляются сотни крошечных червей, которые начинают проникать в открытую плоть. Заражение невероятно болезненное. Любые попытки удалить червей часто приводят к тому, что они начинают копаться глубже в плоть, отсюда и название. Как вы можете себе представить, иметь сотни крошечных червей, пожирающих вашу плоть, очень болезненно и если не лечить. Последствия могут быть смертельными. Вентароги и черви настолько опасны, что одно заражение может породить сотни мух, которые затем откладывают тысячи яиц на соседних животных. Черви не слишком разборчивы в выборе хозяев. Они могут проникнуть в плоть крупного рогатого скота, белок, оленей, собак и даже людей, заражая их. Крупный рогатый скот был основным хозяином для этих червей, и они активно пожирали огромные стада коров на юге США и в Мексике. Старые фермеры все еще могут рассказать вам ужасающие истории о телятах, корчащихся в агонии, прежде чем умереть, и о сотнях винторогих мух, вылетающих из их трупов. Латинское название, снова означающее «человекоядный», появилось из-за особенно неприятного заражения в Южной Америке. Островная тюрьма, известная как Остров Дьявола, была домом для тысяч этих ужасных мух, которые убили сотни людей в течение нескольких лет. Мухи не только откладывают яйца в раны, но и личинки поедают саму плоть. Присутствие винторогих червей в ране предотвращает ее заживление. А поедание плоти и личинка вызывает увеличение раны и оставляет ее открытой, что приводит к инфекции и смерти. На протяжении десятилетий, с 1900 по 1950 годы, миллионы долларов терялись из-за гибели крупного рогатого скота от винторогих червей. Заражения могли разорить фермы и привести к огромным потерям в производительности. Черви особенно пагубно воздействовали на телят и беременных самок. Мухи часто нацеливались на матерей, которые только что родили, и новорожденных телят. Обычный порез от колючей проволоки мог привести к смерти от заражения. Эти черви были настоящим бедствием для сельских и отдаленных ферм на протяжении десятилетий. Многие смирились с тем, что атаки винторогих червей были просто частью жизни на американской границе. Однако изобретение специализированных радиационных устройств дало людям надежду, что этих насекомых можно будет победить и со временем истребить. Метод, изобретенный USDA для контроля популяции винторогих червей в Северной Америке, заключается в разведении миллионов этих ужасных насекомых в специализированных лабораториях. В определенный момент развития мух их подвергают дозе радиации, которая делает их бесплодными и неспособными к размножению. Бесплодные насекомые загружаются в ящики, отправляются в самолеты и затем сбрасываются с воздуха. Массовое количество стерилизованных насекомых конкурирует с их плодовитыми сородичами, что приводит к значительному снижению репродуктивной активности. В результате личинки этих плотоядных червей исчезают. Эту программу возглавляет USDA в сотрудничестве с Коушен Пенеме Эстодос Па Рерадикэсион и Промиана Боринедер Делгано Коупэк. Коупэк базируется в Панаме и управляет лабораториями, а также контролирует полеты, на которых сбрасывают стерилизованных насекомых. Полеты осуществляются через день, обычно по понедельникам, средам и пятницам. Эти рейсы сбрасывают около 14,7 миллионов стерилизованных мух в джунгли Южной Панамы каждую неделю. На первый взгляд этот план может показаться сумасшедшим или проявлением правительственной некомпетентности. Но в данном случае программа действительно работает. Стерилизация насекомых имеет ряд преимуществ. Это дешево, не вводятся генетически модифицированные насекомые в популяцию. Не нарушается естественная среда обитания, где винтороги и черви являются местными, и это не влияет на живых млекопитающих, которые являются целями личинок винторогих червей. Ранние попытки контролировать винторогих червей часто включали использование агрессивных пестицидов или химических веществ, которые вредили хозяевам также, как и самим насекомым. Этот метод отличается от аналогичных проектов, направленных на сокращение числа комаров, распространяющих болезни, которые включают использование генетически модифицированных комаров. Идея выпуска миллионов генетически измененных комаров вызывает беспокойство у многих людей. Стерилизация насекомых не страдает от такого негативного общественного восприятия. Эта программа обходится в миллионы долларов ежегодно, так что есть вероятность, что ваши налоги использовались для финансирования этой программы. Ваши деньги могли пойти на топливо для самолетов, которые сбрасывают миллионы винторогих червей в джунгле Панамы. Я спросил свою жену о проекте. Она ветеринар и проходила краткосрочную стажировку в USDA. Она закатила глаза и сказала мне не поднимать эту тему при сотрудниках USDA. По-видимому, их гордость за эту программу граничит с невыносимостью. И почему бы нет, их безумная схема сработала, и благодаря их усилиям американская молодежь больше не знает об ужасах винторогового червя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.